Меня зовут Александра Гунбина, и я руководитель свадебного агентства iMary. Вы считаете, что свадебный организатор нужен для того, чтобы подобрать команду подрядчиков и обзвонить их за день до мероприятия? А знаете ли вы, что подбор команды в нашем агентстве занимает буквально 10-15% от общего объема работы? Так для чего же еще нужен организатор? Например, для того, чтобы выездная регистрация наполнилась изюминками и была продумана от вступительной музыки и речи регистратора до цвета лепестков? Чтобы дресс-код всех приглашенных специалистов соответствовал стилю мероприятия? Чтобы все технические службы дали нам разрешение на воплощение наших безумных идей, которые ранее не реализовывались в этом месте? Чтобы технический и бытовой райдер артистов были выполнены и вы получили качественный звук в исполнении счастливых музыкантов? Чтобы художник по свету получил четкое техническое задание, а вы – шикарные кадры с банкета, а не темные силуэты с синей подсветки или выпученные вспышкой, нестящие лица? Чтобы порядок шоу-номеров соответствовал динамике вечера? Чтобы каждый номер был адаптирован под ваш сценарий или даже поставлен для вас с нуля? Чтобы все списки с оборудованием и данными подрядчиков были составлены вовремя, в день мероприятия охранная служба без накладок открыли нам двери для начала монтажа? Чтобы декораторы и техники во время подготовки действовали сообща и закончили монтаж вовремя? Чтобы прогон программы перед мероприятием был осуществлен успешно и быстро? Чтобы ваши гости на протяжении всего мероприятия чувствовали максимальную заботу о себе и наш идеальный сервис? Чтобы с вашими детьми на свадьбе работали профессионалы, а не просто аниматоры с улицы? Чтобы вам не пришлось только вспоминать лучшие моменты свадьбы, потому что у видеооператора нашлись дела поважнее в момент первого танца жениха и весны? Чтобы потолок площадки выдержал наши подвесные конструкции, даже если финальным номером программы будет шоу летающих планов? Чтобы рисунок фейерверка соответствовал музыке, под которую он звучит? Чтобы если произошел форс-мажор, вы о нем так и не узнали Чтобы если провалился план А, всегда был план Б Чтобы ваши подружки рыдали от умиления и белой зависти Чтобы ваш жених гордился тем, что подарил вам такой праздник Чтобы вы мечтали его повторить